Людям не легче от того, что у нас построенный город, хорошие дороги. Да, это все, конечно, очень приятно. Никто не спорит. И в вопросах строительства, вот вот где-где, я бы Кадырову дал бы медаль за строительство. И на тот момент, когда пришла та самая победа 9 мая 1945 года, эти народы уже находились в ссылке в качестве врагов народа. Я задаю вопрос потомкам. Искатель правды. Здравствуй, Тумсо. Канал ЧГТРК Грозный сегодня весь день показывает архивные видео. Там много интересного показывают. И, как мне кажется, сейчас Чечня живет лучше. Разве нет? Здравствуй, Искатель правды. В каком плане она живет лучше? Если мы говорим о построенном городе, разумеется, город сегодня выглядит красивее, гораздо лучше. Но если мы говорим о людях, живут ли люди сегодня лучше? Нет. Люди сегодня лучше не живут. Люди сегодня живут в страхе, они не могут выйти даже на балкон. Представьте себе, что это за карантин такой, когда тебе нельзя выйти на балкон подышать? Нигде в мире нет такого карантина, чтобы тебя с балкона загоняли домой. Как могут люди жить в таких условиях лучше? Людям не легче от того, что у нас построенный город, хорошие дороги. Да, это все, конечно, очень приятно. Безусловно, гораздо приятнее выходить в чистый город, построенный, убранный. Ездить по хорошим дорогам, отдыхать в хороших парках, сидеть на лавочках. Понимаете, это, конечно, это все приятно. Никто не спорит. И в вопросах строительства, вот тут где-где, я бы Кадырову дал бы медаль за строительство. Здесь никаких сомнений. В плане строительства они действительно очень хорошие результаты показывают и показают. Вот вместо того, чтобы давать ему академиков, там всяких и прочие вот эти какие-то награды, хранитель Корана, служитель Ислама и так далее, вместо этого я бы ему дал бы вот медаль за строительство. Здесь действительно, да, есть успехи. Но людям от этого не легче, ты понимаешь, когда ты похоронил своего единственного сына, убиенного этой властью, и потом, когда ты едешь обратно с этого кладбища, похоронив своего сына, ты едешь обратно по хорошей дороге к себе домой и по хорошему выстроенному городу, тебя он абсолютно не радует. Когда на твоего сына сфабриковали уголовное дело, посадили его в тюрьму на долгие годы, и ты вот по хорошему городу, с хорошего аэропорта вылетаешь на свиданку к своему сыну, тебе от этого не легче, что город чистый, что он восстановленный, понимаешь? Они заставили одного парня дать на меня показания, что якобы он меня видел в Сирии. На него сначала сфабриковали дело, что он был в Сирии и воевал там против интересов России. И затем еще заставили, это дело рук Дашаева, они заставили его написать на меня вот эти показания, что якобы он меня там видел. И это было дополнительным таким доводом к моему уголовному делу у них. Потом, когда у меня произошел разговор с Даудовым, первый разговор с Даудовым в конце августа 1918 года, тогда они начали там копошиться, а вы помните, у нас с ним была договоренность, я сказал, прекратите уголовное преследование, сфабрикованное вами. Он сказал, хорошо, я разберусь, мол, если ты никогда не был в Сирии, и тебя без вины, тебя в этом обвинили, то уголовное преследование будет прекращено. И вот после этого они начали, значит, в этом деле копаться, у этого парня взяли новые объяснения, что якобы он что-то перепутал. Но самое, что печальное в этой истории, этот парень, он был единственным сыном в семье. В результате всех этих событий у него развился рак головного мозга, уже к началу 1919 года, его по состоянию здоровья освободили из тюрьмы, уже никакого. И там же, где он сидел, где-то там сняли квартиру, он уже был при смерти. И вот, находясь при смерти, этот парень со мной связался тогда. Связался со мной и извинялся передо мной за то, что он тогда меня отговорил. И вот я к чему это веду, его уже нет, разумеется. Он в феврале, по-моему, умер 1919 года. После разговора со мной недолго, он прожил там буквально неделю, по-моему. И вот вы представляете состояние его матери? Легче ли его матери от того, что у нас сегодня выстроенный город, от того, что там красивые парки, фонтаны и хорошие дороги? Ей абсолютно от этого не легче. Она проклинает эту власть, она ненавидит ее. Лучше бы она, она бы предпочла жить в разбитом городе, передвигаться по очень плохим дорогам, но при этом, чтобы с ее сыном не поступили несправедливо, и чтобы он был жив. И таких случаев просто очень много. Возьмите Хазира Игиева, возьмите Турпола Исраилова, возьмите 27 казненных ребят, возьмите убитого Рамзана. Сирмолов, Керамзан, Адаев, у моего фамилия была. Все эти материалы есть у меня на канале. Виктор Бронштейн. Тумсо, видел твои истории про День Победы? Я понимаю, что у всех может быть разное отношение к этому празднику, но нельзя ли было чуть помягче? И при чем тут Кадыров-старший? Ответь, пожалуйста. При чем здесь Кадыров-старший и праздник Дня Победы? Почему вы проводите эти параллели? То, что касается Кадырова, это не касается Дня Победы. Мои истории о Кадырове никак не имеют никакого отношения к празднику 9 мая. А моя публикация про 9 мая не имеет никакого отношения к Кадырову. Я имею в виду, мои публикации о празднике не имеют отношения к Кадырову. Это разные вещи. Я сделал две публикации в этот день, потому что в этот день соединились два события. Первое событие – это смерть Ахмата Кадырова. Гибель. Второе событие – это День Победы, который празднует вся Россия в этот день. Все. Это разные два события. Хоть они и произошли в один день, хоть это и было взаимосвязано, что он пришел праздновать этот день и в этот день был взорван, но события совершенно разные. Его гибель и День Победы – это разные вещи. Поэтому я про гибель выложил видео, в котором задал вопрос чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, крымским татарам, то есть тем людям, которые были репрессированы Советским Союзом. И на тот момент, когда пришла та самая победа 9 мая 1945 года, эти народы уже находились в ссылке в качестве врагов народа. Я задаю вопрос потомкам тех людей, кто был тогда выслан. Я сам являюсь одним из потомков. Я сын человека, кто был выслан. Я сын матери, которая родилась в ссылке. Понимаете? Это недалеко. Это даже не прадед мой был выслан. Это мой отец и моя мать. Мой отец был выслан, а моя мать была рождена там в ссылке. И я обращаюсь к таким же, как и я, людям и говорю, вы вообще думаете о том, когда вы празднуете этот день, когда вы считаете его праздником, когда вы считаете уместным в этот день кого-то поздравлять, вообще испытывать какую-то радость в этот день. Вы вообще вспоминаете своих родителей, своих дедушек, бабушек, у кого-то прадедушек, прабабушек. Вы об этом думаете? Вы думаете, в каком они были положении в этот день? Вы думаете о том, была ли это для них победа? Испытывали ли они радость в этот день? Просто я задаю вопрос. Это что касается праздника 9 мая. Что касается гибели Кадырова, здесь я просто привожу пример, я показываю, как погибли чеченские лидеры, как они погибали, Джохар Дудаев, Гендербиев, Масхадов, Садулаев, и этот список можно продолжать, там их очень много. И показываю, как погиб Ахмат Кадыров. Все те люди, наши лидеры, они погибли в сражении, они пали в бою от действия противника. А Кадыров, он погиб во время концерта, когда он слушал песню Тамары Дадашевой. В этот момент Всевышний Аллах забрал его душу. Я просто показываю, что даже в этом есть знамение, в том, как Аллах забирает души предателей и нечестивцев. В этом тоже большой повод для нас задуматься. А что касается того моего сториса, где я написал этот день, мы приближали, как мы были, ну это такой, как бы, небольшой троллинг. Субтитры сделал DimaTorzok